Неспешно они занимают свои места. На суде присяжных настоял сам подсудимый. Свою вину в организации убийства Андрей Каунов не признает. Гособвинитель Владимир Федянин настаивает на обратном. Теперь для него главное понятно изложить свои аргументы, чтобы даже непрофессионалы поняли, почему и за что был убит предприниматель Павел Милованов. Поскольку тот своими действиями, своим бизнесом, рядом других шагов, по мнению Каунова, он отравлял ему жизнь, мешал его собственному бизнесу. И необходимо было таким вот образом разобраться с конкурентом. Павла Милованова расстреляли в упор прямо на работе. Он занимался скупкой шкур крупного рогатого скота. Поначалу родные были уверены, его убили, потому что бизнесмен узнал имена похитителей собственного сына. Руслан вместе с женой пропали за два года до этого. Но Милованов продолжал искать, даже когда его предупредили о готовящемся на него покушении. Брат говорил старшему, ты надевай бронежилет. Он говорит, ребята, да хватит вам. Кому надо застрелить? Голова открыта. Я же не буду наденать на себя каску, маску, водолазный костюм. Кому надо? Он застрелит. Убийцу поймали сразу же. Он даже не успел убежать после расстрела. Чуть позже задержали его пособников. Все трое оказались на скамье подсудимых. В общей сложности они получили 42,5 года заключения. А вот кто заказчик преступления, этот вопрос еще долго оставался открытым. Задержать Андрея Каунову удалось лишь спустя 9 лет после убийства. Все это время он тщательно скрывался от следствия. Не смогли помочь даже исполнители преступления. Об организаторе они мало что знали. Он всегда сам выходил на связь. Сам передал убийцам автомат, оценив жизнь Павла Милованова в 10 тысяч долларов. Сегодня в суде лишь родные погибшего. По потерпевшим по этому делу признан брат Павла Милованова Анатолий. В справедливом приговоре он уверен. Ведь не зря же столько лет они ждали. Задача защиты найти дырки в законодательстве. И найти ошибки в следствии, которые допустили то или не то. Подшили не так. А я думаю, присяжные, которые судят сердцем, разумом, они разберутся. Свой вердикт присяжные вынесут после того, как рассмотрят все материалы уголовного дела и выслушают свидетелей. Виновен или не виновен Андрей Каунов, станет ясно уже в следующем году. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости.